Ребят, представьте сейчас такую ситуацию, вы только-только зашли в игру, появились на спавне и перед собой увидели машину с открытым багажником. И как вы уже догадались, в этой машине лежат дорогие аксессуары. Стали бы вы отказываться от такой халявы, ребят, обязательно напишите в комментарии. И пожалуйста, не забудьте поставить лайк и конечно подписаться на мой канал. Играй на Аризоне Сейнт Роуз вместе со мной, а также вводи мой промокод и получай крутые бонусы. Короче, ребят, к этому видосу я подготовился прям основательно. Во-первых, я купил просто огромное количество аксессуаров. Во-вторых, я поставил себе, наверное, самый беспалевный скин. Ну и в целом я создал абсолютно новый аккаунт, чтобы никто не понял, что это я. Но вот единственное, что я понял, что может меня сегодня спалить, это номер на моей машине. Так, у меня в багажнике уже лежит 10 канистр, 500 патронов УЗИ. И давайте для начала положим, например, телефон, вот эту корову. Ну, кстати, кому-то очень сильно повезет, когда он заберет этот акс. Ну и вдобавок давайте положим скин Моргенштерна. Короче говоря, я встал вот здесь вот около казино, прям на самом выходе. И давайте просто откроем багажник, тем самым будем заманивать к нему людей. И спрячемся вот здесь за пальмой. Так, пробегает чел, и он подбежал к багажнику, потому что он открытый. Он заглядывает в карман, но пока что ничего не говорит. Мне кажется, он успел забрать все, что там лежало. Да, он даже УЗИ забрал. И меня крашнуло, блин. Вот чего я до конца не понимаю, это зачем он положил сюда свой телефон. Xiaomi. Это можно сказать какой-то добрый вор, потому что он украл у меня все. Но в итоге, чтобы его не мучила совесть, он оставил мне небольшой подарок. Давайте сейчас положим сюда вот этот котел. Скин бомжа. И посмотрим, заберут ли его или нет. Встаем вот сюда на респу крупных левелов. И просто сделаем вид, как будто я что-то, ну, как-то здесь копаюсь в этом багажнике. И просто-напросто забываю его закрыть. Смотрите, столько людей стоит около тачки, у которой открыт багажник, в ней лежит много аксессуаров. И представьте, что они сейчас просто-напросто теряют. Помогите! Как багажник закрыть? Так, смотрите, Билли какой-то подошел к багажнику. Как? Опа. Он украл оттуда вещи, но не все. С чем-то помочь? Верни, плиз! Я не знал, как закрыть. Да, он нашел офигенное время, чтобы уйти в АФК. Так, спасибо. Так, еще один подбежал, чел. Как закрыть багаж? У меня все крадут оттуда. Вообще, по***ю ел. Так, он забрал котел этот. А что скин и шляпу никто не забирает? Что, они не нужны никому, что ли? Отдай котел! Так, что ты от меня убегаешь? Блин, офигеть! У него шар воздушный, на котором он только что, блин, от меня улетел. Я напомню, этот шар стоит 10 тысяч доната, но он мне зажал какой-то котел, который он у меня только что украл из багажника. Я бы офигел, если бы он еще эту шляпу забрал и скин бомжа. Я подумал, что будет справедливо дать, например, 10 миллионов человеку, который в итоге мне вернет то, что он у меня украл. Пускай это будет даже та самая шляпа, которая стоит буквально пару тысяч вирт. Если тот, кто у меня ее успешно заберет и потом в итоге отдаст, я все равно кину ему вот эти вот 10 миллионов. Так, вот сейчас я встал около центрального банка с открытым багажником и уже кто-то к ней подошел. Он забрал моего бомжа! Верни бомжа! Посмотрите, он даже шляпу мою надел, которую только что украл. Так, предлагает вам торговлю. Так, ты мне не того бомжа возвращаешь. Это не тот бомж. В смысле? Отмени, подарок дам. Так, он мне еще раз предлагает торговлю. Чего? Так, вы это тоже видели, ребят? Вот этого я не ожидал. Я запишу его никнейм для того, чтобы потом с основного аккаунта перекинуть ему деньги. Те самые 10 лямов, о которых я говорил. Но, кстати говоря, шляпу-то он мне в итоге не вернул. Сейчас давайте посмотрим, как поведут себя новички, которые наткнутся на вот такой вот багажник. Я, конечно, согласен, что прям дорогих аксов у меня сейчас нет. Но, в принципе, вот эти 5 штук, это очень солидные деньги. И для новичка это будет прям очень хорошо. Стой! Сядь на пару метров! Смотри! Сажусь! Так, вы сейчас видели, да, что произошло вообще как бы? Он попросил меня сесть для квеста. Я это сделал. И мне сейчас интересно, он украл у меня что-нибудь из багажника или нет? Сяп! Мне реально интересно. Ковнюк! Так, я его вижу. Я ему кричу, стой! Верни! Да, и в итоге он убежал просто на центральный рынок. Походу, продавать мои аксессуары. Капец, это произошло настолько быстро, вы это видели сами, ребят? Он подошел буквально на секунду к моему багажнику и сразу же его полностью очистил. Ну и после чего мы видели, как он забыл про свой квест и пошел продавать на центральный рынок мои аксессуары, блин. Так вот и помогай, блин, таксистам с квестами. Сейчас я предлагаю закинуть уже побольше вещей, чтобы прям максимально кого-то сейчас обеспечить. Закинем сюда гитару, попугая, которого нам подарили. Телефон тот же самый тоже закинем. Ну и в принципе, просто вот так вот много аксессуаров. Все, просто забываем закрыть наш багажник. Прячемся за вот эту статую. Так, и уже кто-то у нас все это забирает. Так, у нас этот Алекс, получается, что-то забрал. И он почему-то оставил здесь бензопилу, которую, я не знаю, она, наверное, самая дорогая из всего, что здесь вообще лежала. Зачем забрал? Чё? Что забрал? Гитару вон уже надел. Офигел? Нет. Верни, пожалуйста, хоть что-то. Могу телефон вернуть за 550к. Он предлагает мне вернуть Xiaomi за 500 тысяч. А ты же понимаешь, что он столько не стоит? Да мне пофиг. Мое дело предложить. Но он не стоит столько. Это Xiaomi. Xiaomi топ за свои деньги. Тут не поспоришь. Ну все тогда, давай, до свидания. Пока. Если что, ребят, про того парня, который мне подарил скин попугая, я не забыл. Но сейчас он просто-напросто отсутствует в игре. То есть он с того момента уже оффнулся. Поэтому сейчас я ему просто-напросто в оффлайне переведу 1000 АЗ монет. И да, просто за костюм попугая он получил 1000 АЗ монет. Напишите, ребят, в комментарии, стали бы вы возвращать эти аксессуары, которые вот таким вот образом нашли. Честно, я не знаю, стал бы я возвращать аксессуары в таком случае. Потому что это же не обман. И за это, по факту, мне ничего не сделают. Поэтому вполне возможно, что все эти игроки, которые сегодня обчистили мой багажник и в итоге мне ничего не вернули, наверное, даже были правы. Поэтому, ребят, здесь просто мой совет, следите за своим багажником, не стоит его открывать в людных местах. Иначе просто попадете в такую же ситуацию, в какую сегодня попал я. Субтитры сделал DimaTorzok